привет друзья приветствую всех кто зашел ко мне на канал сегодня вместе с вам приготовим невероятно вкусный и красивый торт слои этого торта в одно и то же время и слоеные и песочные здесь меренга и невероятно вкусный крем а перед тем как начать не забудьте подписаться на мой канал подписывайтесь на мой инстаграмм на фейсбук ссылка будет под видео и давайте готовить вот что нам нужно для приготовления теста это мука сметана сахар сода ванильный сахар и двоится нам конкретно понадобится желтки и масло или маргарин что предпочитаете у меня здесь маргарин маргарин добавляем муку я всю муку сразу не добавлю часть муки оставлю и должны перетереть вместе с маргарином чтобы получилась крошка у меня маргарин смотрите какой он должен быть мягкий я утром достала из холодильника он уже стал совсем таким удобным для приготовления крошки масло перетерела с мукой смотрите какой она получается но быстро прошить делаем углубление добавляем сметану у меня сметану 18 процентов к сметане добавляю соду перемешаю немного пускай сметана гасит пока отделим желтки от белков желтки добавила в тесто белки ставим сторонку закрываем нам еще понадобится в тесто добавляю буквально щепотку соли добавляю ваниль и сахар добавляю сахар и замешиваем мягкое эластичное тесто сначала все перемешаю со сметаной сметана смотрите уже начала пузыриться сразу все муку нет добавляйте может у вас пойти много может вся мука пойдет может немного останется это зависит от яиц от густоты сметаны если взять сметану еще гуще это еще лучше буду замешивать руками тесто вымесила смотрите какое оно получается она в одно и то же время и мягкое вот такое но не липнет не липнет к рукам такая она должна быть у меня осталось немного муки каждый раз идет по разному еще раз повторюсь всю муку сразу не добавляйте рецепт будет под описание заходите смотрите тесто перекладываю чистый пакет и отправляю в холодильник приблизительно на 20 минут или полчаса чтобы тесто отдохнуло прошло полчаса тесто у меня хорошо отдохнуло смотрите как она и муки не надо тесто делим на четыре части немного посыпаю мукой делаем такие колобки закругляем и ставлю в одноразовый пакет сразу чтобы было готово чтобы по одному выносить из холодильника и раскатывать тесто опять пошлем в холодильник пока будем готовить прослойку вот продукты для нашей прослойки нам понадобится сахар и яичный белок два белка у нас осталось от теста еще два нам нужны но так как у меня эти яйца очень маленькие я взяла 3 но нам понадобится если у вас крупные яйца 4 яичных белка сейчас вот эти яйца отделю от желтков как отделять белки от желтков не показал потому что все знают как это делается у меня здесь осталось остались желтки один поплыл можем приготовить вкусный крем для нашего вкусного торта но я сегодня крем буду готовить совсем другой это пойдет и на яичницу белкам добавляем белки которые остались от теста добавляю щепотку соли и немного забью чтобы появилась небольшая пенка после того как появилась небольшая пенка добавляю ванильный сахар постепенно добавляю сахар и взбиваем до густоты безы сбилась получается она не выпадет не выпадает с посуды ставим сторонку берем орехи в этом случае чем больше тем вкуснее здесь у меня 130 граммов и нарезаем мелкие кусочки орехи нарезала здесь и большие кусочки попадаются мелкие приятно когда попадается под крупный кусочек ореха орехи добавляем взбитые белки и все хорошенько вместе перемешиваем ставим сторонку и начинаем готовить берем кусочек теста раскатываем у меня противень стандартная 30 на 40 буду делать по этому противень по размеру этого противень тесто раскатала не уже нарезала пергаментный размером противень разрезаем лишнее убираю лишнее тесто тесто у нас очень нежное поэтому заматываем забыла как называется это скалка и перекладываем на противень бизе визуально делим на 4 части и четвертую часть наносим на тесто очень неудобно смазывать кухонным таком приспособлением ножом да и равномерно распределяем по всему тесто бизе равномерно распределила на этот момент духовка должна быть уже разогретая я включил на 170 градусов ставим в разогретую духовку до готовности и так все четыре коржа ребята первый корж приготовился он выпекался в моей духовке ровно 15 минут сверху хрустящие тесто приготовилась она очень тоненько и так все коржи все коржи испекла вот такая стопочка у меня получилось а это из обрезков будем делать крошку на тортик готовим вкуснейший крем для нашего торта для этого нам понадобится банка сгущенного молока варенка и пол банки белой сгущенки ванильный сахар и мягкое сливочное масло я достала масло с утра с холодильником какое оно должно быть немного забьем масло приблизительно 3-4 минуты наш крем готов он получается таким гладким нежным и очень очень вкусным крем визуально делим на четыре части у нас четыре коржа чтобы хватило на все кор коржи и начинаем собирать наш торт коржи готовы крем готов и начинаем собирать наш торт на торт добавляем крем и выкладываем второй корж маленький корж измельчила в измельчители и посыпаем наш тортик вот такая вкуснота в итоге у нас получается ставим тортик в холодильник настояться до утра ребята наш тортик пропитался вот такой в разрезе здесь очень вкусное тесто в одно и то же время и песочная и слоеная меренга и невероятно вкусный крем это очень вкусно я уверена вам понравится и вы тоже приготовите на праздничный стол для любителей слоеного и песочного теста это невероятно вкусно ребята нарезается очень легко главное дать этому торту настояться пропитаться обязательно хотя бы на ночь в холодильнике вот такая красота ребята еще раз повторюсь что это очень вкусно когда будете нарезать орехи нарезайте крупно очень приятно когда попадаете под зуб получаете еще вкуснее сегодня очень много раз сказала еще вкуснее но выпечка достойна этого слова я просто уверена что вам понравится и вы тоже приготовите на новый год на праздничный стол или просто к чаю ваши домашние влюбиться если понравилось пожалуйста поставьте лайк подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на мой инстаграм на фейсбук ссылка будет под видео желаю всем крепкого здоровья счастья и всем пока пока